В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. По выходным в парке Опаренке можно проверить свое здоровье. Иду сейчас на пробежку, раз смотрю, хоп, волшебство, как по мгновению волшебной палочки поставили у нас в центр. Спасибо большое! В администрации Ленинского городского округа продолжаются торжественные вручения первых паспортов юным гражданам Российской Федерации. Вы получаете права гражданина России, вы получаете возможность участвовать в ее великих делах. 2 августа в историко-культурном центре открывается фотовыставка под названием «Иди и смотри! 21 век». Фотографии интересны тем, что они показывают то, что видит оператор. Уже третью неделю в парке Опаренке по выходным работает медицинский пункт, в котором можно пройти диспансеризацию и сделать прививку от коронавируса. Сегодня, в пятницу, кабинет здоровья в парке работал вне плана. Как много видновчан решили проверить свое здоровье, расскажет Олеся Попова. С тренировки в парке сразу на чекап организма. Участники программы «Активное долголетие» одними из первых оценили удобство пунктов диспансеризации на природе. Теперь проверить состояние здоровья можно без записи и не посещая больницу. Не обязательно даже нести с собой документы. Все, что требуется от пациента, быть прикрепленным к поликлинике Ленинского округа. Вы знаете, это очень здорово, что для нас организовывают вот такие вот мероприятия. Потому что вот я по себе, я еще даже диспансеризацию не успела пройти. Какие-то все заботы, дела. А тут появилась такая возможность прийти, пройти диспансеризацию. Посетить мобильную поликлинику в парке Опаренке успевают не только пенсионеры, но и работающие люди. Игорь зашел в пункт диспансеризации во время утренней пробежки. Потратил всего 20 минут, чтобы быть уверенным в своем здоровье. Я думаю, многие из нас ездят в Москву работать и видят то, что очень много центров поставили в Москве, там, да, ЧК, здоровье. Вот, я туда прихожу и говорю, а можно меня тоже проверить? Мне говорят, нет, только для московских ребят. Вот, ну и как бы такая некая форма несправедливости, внутри кошки скребутся. И тут я вот иду сейчас на пробежку, раз, смотрю, хоп, волшебство. Как по мгновению волшебной палочки поставили у нас в центр. Спасибо большое. Набор исследований тот же, что и во время диспансеризации в поликлинике. Кроме того, в мобильном пункте можно поставить прививку от COVID-19. Тоже без записи и за считанные минуты. Кстати, в парках медики работают в выходные дни. Чтобы позаботиться о своем организме, могли даже самые занятые жители округа. Пациентов ждут с 10 утра до 3 часов дня. На данной базе можно будет пройти такие обследования, как общий анализ крови, биохимия, все, что входит в диспансеризацию. Также антропометрия, это измерение роста и веса, померить внутриглазное давление, артериальное давление, осмотр доктора и снять электрокардиограмму. Результаты исследования автоматически прикрепляют к медицинской карточке пациентов в поликлинике. Если какие-то показатели вызовут подозрение у врачей, с ним свяжутся по телефону, чтобы уведомить о состоянии здоровья и назначить дополнительные обследования. Хочется отметить, что диспансеризация – это очень важный метод и нужный метод, чтобы выявить или заподозрить те факторы риска развития наших хронических инфекционных заболеваний, диабета, онкологии, гипертонию, сердечно-сосудистые заболевания, чтобы их своевременно выявить и назначить лечение. Потому что даже за эти полгода мы уже выявили 250 человек с сахарным диабетом. Это очень много. Пункт диспансеризации в парке Опаренке начал работу в тестовом режиме несколько недель назад. Поэтому первые его пациенты получили не только полный чекап организма, но и полезные подарки от партии «Единая Россия» – зарядные устройства, подставки для телефонов, ручки и блокноты. Медики призывают – не забывайте заботиться о своем здоровье. А об остальном уже позаботились они. Пункт диспансеризации оборудован кондиционерами, уютными зонами отдыха и детской площадкой, чтобы проходить обследование было комфортно. Олеся Попова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. В продолжении темы – онкологические заболевания одни из самых коварных и стремительно развивающихся. Часто в самом начале они проходят бессимптомно, но именно в этот период лучше всего поддаются лечению. Как успеть вовремя обнаружить коварный недуг и приступить к борьбе с ним, расскажем в нашем следующем сюжете. Любую болезнь легче предупредить, чем лечить. Так утверждал еще много веков назад сам Гиппократ – древнегреческий врач и реформатор античной медицины. Ну или хотя бы вовремя выявить и приступить к терапии, как можно раньше, пока болячка не успела необратимо повлиять на организм. И тут самым лучшим методом диагностики является медицинский скрининг. Проще говоря, регулярное прохождение диспансеризации. Она позволяет обнаружить не только зарождающиеся неинфекционные хронические заболевания, но и онкологию. Все позиции по диспансеризации подходят под эту градацию. Легкие рентген, флюорографии легких, мазки на онкоцитологию женщины. У мужчин определенных возрастных групп кровь на ПСА, которые указывают на раннее выявление онкологической патологии. Только за последний месяц врачам взрослой поликлиники в Видном удалось выявить на ранней стадии онкологию у четырех пациентов – двух мужчин и двух женщин. И именно в ходе диспансеризации. Поэтому я вот призываю, тем более, что на сегодняшний день мы работаем в нашей новой поликлинике. Диспансеризация проходит по выходным дням по субботам. Также открылась диспансеризация в парке Опаренке. Там построен отдельный модуль, и там можно начать процесс диспансеризации. Сейчас на учете у онкологов состоит более трех тысяч жителей Ленинского городского округа. Чаще всего это пациенты с заболеванием молочных желез, это женщины с заболеванием малого таза, органов малого таза, гинекологические пациенты. А также чаще встречаются пациенты с заболеванием легких, желудка и желудочно-кишечного тракта. И хоть большая часть пациентов по-прежнему приходит к медикам, когда уже есть клинические проявления болезни, число тех, кто узнал о недуге в самом начале его развития, тоже растет. Как благодаря диспансеризации, так и вследствие более внимательного отношения к своему здоровью. Если какие-то проявления на коже, тех, которых раньше не было, если меняется цвет образований на коже, появляется кровоточивость, бегом бежим к врачу. Если вы обнаружили у себя какие-то уплотнения, новообразования, нужно прийти к врачу. Напомним, что даже если вас ничего не беспокоит, диспансеризацию следует проходить раз в год. Ее объем в зависимости от возраста и сопутствующих заболеваний определит врач. Тем, кто все же столкнется с онкологией, опускать руки не стоит. Ведь благодаря современным методам лечения рак давно уже не приговор. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого. В администрации Ленинского городского округа продолжаются торжественные вручения первых паспортов юным гражданам Российской Федерации. Свой главный документ получили шесть ребят, достигшие 14-летнего возраста. Получение первого паспорта – это, несомненно, важное событие в жизни каждого молодого человека. А торжественное вручение стало для шести школьников муниципалитета настоящим праздником, который запомнится надолго. Это день, в который на плечи вашей ребята ложится серьезная ответственность. Вы получаете права гражданина России, вы получаете возможность участвовать в ее великих делах, большого, мощного, сильного государства. Перед началом торжественной части 14-летние подростки, готовящиеся получить свой первый взрослый документ, испытывали понятное волнение. Многие ребята уже определились со своей будущей профессией. Ощущения такие непонятные. То ли радость, то ли честь. То, что так же стало. Техником каким-нибудь, за компьютером, информатиком вот этим. Пробовал видео монтажировать, фото редактировать. Вот это все. Мама и папа волновались не меньше детей, ведь это первый серьезный шаг во взрослую жизнь. Вы знаете, до этого я спрашивала у своей дочери Софьи, волнуется ли она. Она мне ответила нет. Но вы знаете, я так волнуюсь сама, как будто я впервые получаю паспорт. То есть это означает, что она уже становится у нас взрослее, самостоятельнее. Вот такое впечатление, новый этап жизни. Мы уже получали паспорт со старшим сыном, но это было так, чисто как-то вот вам паспорт, вот всего доброго. А здесь такая возможность предоставлена торжественно, какой-то шаг в новую жизнь. Может быть, по ощущениям даже у детей это, наверное, мне кажется, даже здорово. Дарья Васильева призналась в том, что получение паспорта для нее не пустая формальность. Это возможность покорять новые вершины. Во-первых, нужно обучаться, конечно же, обучать высшее образование, попытаться, как сказать, построить, возможно, какую-то карьеру. Честно говоря, увлекаюсь айти, надеюсь, в то направление пойти. Тем более, сейчас это очень выгодно и поддерживает правительство. Так что море возможностей. Поддержать Дашу пришли ее родители. Сергей и Елена Васильева рады, что дочка получает свой первый паспорт в праздничной обстановке. Ребенок стал, да, стал взрослым, получил паспорт. Ну, как говорится, путевка в жизнь определенная, то есть ответственность. Это первый такой большой торжественный момент у ребенка. Это выход уже во взрослую жизнь. И, конечно, приятно, что есть такая возможность получить вот в администрации. Как и полагается на празднике, всем ребятам были вручены букеты цветов и подарки. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Следственным управлением МВД России по Ленинскому городскому округу завершено предварительное расследование уголовного дела, которое было возбуждено в отношении двоих мужчин, жителей города Щелково в возрасте 20 и 43 лет, обвиняемых в краже мобильных телефонов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что злоумышленники, находясь в салоне сотовой связи, расположенном на проспекте Ленинского комсомола, попросили продавца показать три дорогостоящих мобильных телефона. Воспользовавшись моментом, когда работник торговой точки отвлекся, один из правонарушителей подменил оригинальные смартфоны на идентичные муляжи, после чего преступники быстро покинули помещение. Просто заходили в магазин, просили оригинал, посылали китайскому. Сотрудники уголовного розыска Витновского отдела полиции задержали подозреваемых в городе Ступино. Мужчины добровольно выдали стражам порядка еще две копии сотовых телефонов, предназначенных для совершения аналогичных преступлений, а также пояснили, что ранее похищенное имущество продали. Фигурантам избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Видновский городской суд. 2 августа в историко-культурном центре открывается фотовыставка под названием «Иди и смотри, 21 век». Ее автор – житель города Видное Владимир Гриневич. Он работает видеооператором на одном из федеральных каналов и свои снимки делает во время многочисленных командировок. Нынешняя экспозиция почти целиком посвящена спецоперации на Украине. Фотографии Владимир делал, когда съемочная группа заходила вместе с российскими войсками на ту или иную территорию. Завод «Азовстали» и пленение бойцов батальона «Азов», порт Мариуполя и работа пожарных в Донецке после обстрела. Беспристрастно художник фиксировал события, которые бесспорно войдут в историю. Фотографии интересны тем, что они показывают то, что видит оператор. То, что видит оператор то ли в горячих точках, то ли в каких-то других местах. И человеку, который не знает, что такое операторская работа, ему интересно посмотреть, что это на самом деле. Поэтому я считаю, что это очень интересно. Это уже третья персональная выставка Владимира Гриневича, организуемая сотрудниками историко-культурного центра. К сожалению, сам автор не сможет на ней присутствовать. Он в очередной, третий по счету командировки в Донбассе. Но выход из ситуации был найден. Если все получится, планируется прямое включение, чтобы автор вместе с нами присутствовал на своем открытии. И если все служится удачно, то, возможно, даже получится задать ему вопросы. Еще раз напомним, что открытие выставки пройдет 2 августа в 12 часов в историко-культурном центре. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова